И снова здравствуйте. Мы с вами продолжаем проходить испытания кочевников в The London Dark. В прошлый раз мы остановились в блоке радиоуправления вышки. Я тут посидел, ну, на самом деле не три дня, а больше. Четыре с половиной получилось. Ну, так вышло. Вот в этом ящике я нашел патроны, еще пять штук. Кстати, у меня сейчас 23 патрона. Я починил, ну, то есть, очистил ружье, починил одежду, одел хорошую одежду, которую мы здесь же нашли. Ну, и, в общем, сделал все, что мог. Почему же я просидел больше трех дней? Ну, во-первых, из-за бурь. Из того ни с сего, как раз, когда я хотел выходить, началась буля. Она началась под конец ночи и продлилась несколько часов. Потом я съел консервы. Рыбные, которые у меня были. 71-процентные. Вполне ведь неплохие, да? Но я отравился. Пришлось еще 10 часов спать. Принимать антибиотики. Ну, в общем, поэтому я съел еще лишний день. И на этот день тоже утром произошла буря. Видите, 7 часов дневного времени. Я бы вышел, когда было 12, только день настал. Но нет. Очередная буря. И до тех пор вот веке будет. Я не думаю, что будет две бури подряд. А если будет, то я уже назад. Сейчас не буду. У меня закончилась вода. Обычная. Есть еще чем-то, что пить, конечно. Но обычной воды нет. Так, ну, по-моему, не сюда. Или сюда. Надо сейчас вернуться туда, где мы оставили всю еду. То есть, по ходу на мистическое озеро. Недостаточно, то есть. Надо вспомнить, как сюда попасть. Ветер мешает. Ну, и всем градусом, как бы, не особо холодно. Но все-таки. Так, вышка здесь. Я аж доходил до вышки уже в ночи. Поэтому не особо помню. Мне надо куда-то выйти. Хотелось бы найти реку. И дойти к водопаду. Вот где. Я бегаю, на самом деле. Нет, у меня, конечно, перегрузки гораздо меньше. 7 килограмм всего. Но все-таки. Не стоит тут бегать. Из-за того, что закончилась вода, я просто попил кофе перед выпалем. Надо куда-то выйти. Стрикер очень сильно мешает, потому что. Еще тут полки бродят. Ну, вроде, на пути нет. О, труп оленя. Интересно, это спавнивающийся труп или волк погибает? Чем рядом труп человека. Да, я, скорее всего, спавнивающийся труп. Я его не буду разбирать. Опор мне не нужен. Тут не стоит брать все-таки больше одного топора. Какой в этом смысл? Правда, если бы я играл выживание, я бы все это распадывал в какое-нибудь место. На всякий случай. Пещера и вершинки, по-моему. Не знаю, где это на самом деле. Видимо, где-то рядом. Больше ничего нет. Позвенок. Странный камень. Подумал, что уголь. Ладно, выпьем еще кофе. Просто. Потому что что-то начал бегать. И это может спаганить нам немного. Так, где-то тут водопад должен быть. Да, примерно там, где ножны. Только я не вижу нужную пещеру. Не вижу водопада. А вон он, там, где пещера должна выйти. Надо аккуратно спускаться. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Ничего нельзя ломать. Значит, здесь нужно хорошо спустить. Так. в этом случае не то место. Нет, скорее всего вот оно. Сейчас посмотрим. Оказывается, тут рядом есть пещера какая-то. Даже отдельная локация. Я не знал. Я тут от салона шарился. Мне похоже, это не то место, но оно рядом. замерзнуть тут не получится, минус один градус это вообще. Ну, конечно, без ветра, но ветер уже паулялся. А вот тут самая олень, вон поломанное дерево, а вот и пещера. Не надо берег. Нам сейчас еще идти до ГЭТ. Там еще надо будет что-то делать с Волком. У меня 23 патрона, этого вообще очень много. Может, было даже попробовать медведя убить, но вряд ли получится с одной полей. А если не получится, он убежит куда-нибудь. Искать его смысленно. Да и 30 килограмм с собой носить сейчас безусловно. Еды все равно полно. Мы же сложили здесь, в этой пещере много еды. Так, заходим внутрь. Вот и наша еда и дрова. Значит, будет очень долго все это собираться. Ну, ладно, не слишком долго, но опять стартим. Я не знаю, наверное стоит все-таки выбрать эти сардины. Потому что слишком большой шанс отравиться, где они там. Ну, или съесть их сразу. Нет, я их просто выпрошу. Смысл у них. Так, пошли с фонарем. Топливо на сходе есть? Есть ли? да, у нас 3 литра половины. Вот этого нам надо удах хватит. Так, кстати, у нас снова перегруз. Снова мы за дров, конечно. Из-за книг там все это понемногу будет тратиться. в пещере есть пара палетных вещей. Может есть подконы. Было бы круто. Не то, чтобы они мне так сильно нужны, у меня тогда достаточно много. Но лучше иметь больше, чем меньше. он не так много весит. Так, что это застрял? Чуть не застрял. Опять. Так, костер, разожженный козерка. Спальные мешки нет, но мне открою не поможет. Ну, 10 где-то. Не то, что тут прям много. Трупа тут нет. Хотя иногда он здесь есть. Может быть тут и в дом случае мы выйдем только в одно место. Так, что обследуем все это. Можно в теории конечно высушить какие-нибудь шкуры оленю, сделать свежие сапоги. Но я уже нашел почти самые лучшие вещи, которые можно найти и создавать самому. Так что как-то это не очень. Мне придется таскаться со шкурами по нет каким домам, по нет каким местам. Я же не буду сидеть в одном месте. Конечно, можно ставить шкуры например на газ, потом их высушить, но придется ждать позже. Не ждать может сделать их еще 20 часов где-то. Сапоги по-моему 15, штаны тоже где-то столько же. Вот шуба 24 часа это примерно 2-3 дня на это уйдет. И все, даже 3. Потому что раз ночью ничего делать нельзя. Труп оленя. И дальше на газ будет еще один труп оленя. Этого уже хватит на шкура оленей сохнет 5 дней. Кишки тоже по 5 дней сохнет. Ну ладно. Я попробую оставить их на газ. Потом попробую. Ну тогда мы осмотрим газ, но не будем сидеть там 3 дня. нам все равно придется вернуться на обратном пути. Так что оставим там шкуры как раз на сапоги. И обследуем саму локацию озера. А к тому времени как мы вернемся шкуры уже высохнут и можно спокойно за эти 3 дня сделать себе все что нужно. Не особо парить. кстати говоря у меня есть штаны карго так сапоги у меня прорезина область. Ну как бы это не сильно поможет но все таки ладно хотя бы сапоги сделаем. Сапоги они гораздо лучше чем штаны они будут получше чем проведение на обувь. Ну ладно там на 1 градус конечно но по крайней мере будет чем заняться а не просто сидеть и спать ждать и спать так что в этой серии мы наверное много сделаем а вот смотрим все в гэс потом придем в какое нибудь место из иска и там остановимся я там так же просплю 3 дня потом перейдем в другое место возможно в одной серии отслеживаем сразу несколько и просто буду запись останавливать поднимайся застрял потом вернемся на гэс оттуда на шоссе в общем дальше уже по прямой не отклоняйся следом шоссе перейдем на ту локацию потом придется ждать в каждом каждом месяце сначала ждать в этом фундаменте очередном между локацией потом в пещере пыльной пыльной холмом то есть в шахте да на пещере потом останется совсем немного самое сложное будет церковь на самом деле потому что там нифига не тепло но думаю что к этому времени у нас будет и одежда какая-нибудь нам уже ее хватит главное что дров можно будет там набрать рядом без особых проблем так что думаю что это будет большой проблем тем более сложности по-моему легкая да вообще как я поделяю сложности обычно так это вот так вот делаешь расход калорий за час 38 это очень мало это точно легкая сложность потому что на нормальный расход калорий то ли 60 то ли 75 а на сложный по-моему 60 то есть по крайней мере раньше как было я что-то в последнее время не замечал раньше на сложный расход калорий при сне был меньше чем на этой на нормальной сложности на скитальце на стол периода сут калорий был меньше а все остальное сложнее единственное что выдавалось ловить ну кроме значка так тут бродит волк кроликам ловит и возможно еще один но они менее достанут я думаю что тут бродят кролики которых можно было бы с помощью капкана ловить но надо поймать их аж четырех чтобы это будет долго ловить за кроликом куда он к нему подходит так аккуратно ну похоже это на бег он на меня не будет двигаться на самом деле если видеть кролика похоже он идет на меня ничего не поделаешь он попасть на меня он не должен не он не видит все я ушел спокойно без каких-либо проблем надо будет что-то делать с тем волком на дамбе соответственно его надо будет убить что-то делать может убить этих волков но я не наберу четыре шкуры это долго три шкуры сохнут по семь дней конечно я буду больше семи дней но как мне нагреть принести четыре шкуры волков даже сейчас убью двух и там убью одного то одной шкуры в любом случае не хватит придется специально ради нее охотиться и мне очень-то это и нужно все все слишком просто льв 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 Можно набрать очень много дерева с этих ящиков, плюс еще тут палки вот такие, вот это дерево можно собрать, и вот с этих ящиков, вообще в любом случае, топливо никогда не кончится, всего этого хватит хоть на 300 дней, странно, что нет металлических ящиков, обычно вот на этом столе стоит. На самом деле, можно с этой дамбы упасть, тогда скорее всего будет смерть, я ни разу не пробовал, это как-то опасно, вдруг и правда умрешь, и не будет шансов опять вернуться. Может быть, наш персонаж все-таки выживет, но будет очень ранен. Лучше так просто не делать. Ну вот, если ущелье упасть, например, с дамбы, там где надо идти по маленьким рельсам, где-то поломаны шпалы, там вообще все, идешь так по маленьким рельсам, и можно сорваться. Ну там точно смерть, упал, все. Опять собираем шкуру с кишками. Я, наверное, много кишков собрал, чем не 4 кишков. Я, по-моему, нужно 2 шкуры и 3 кишка. Кишок. Крюкзак. Крюкзак. Крюкзаке пусто. Хреново. Все, заводим в окно. Я смотрю, что здесь. Завательно осматривать с фонарем. Топлива у нас полно, так что можно не особо экономить. Кроме, даже слишком много. Плюс, здесь можно... Я теперь буду осматривать вот такие шкафчики. Вдруг в них, правильно, патроны будут лежать. А то я нашел целую пачку. Из 5 штук. Это уже реально что-то. Но до этого я ничего не видел в этих шкафчиках. Тут бац. Прямо находка. Что-то как-то пустовато. Никого мне не нужен. Я, кстати, поменял один... Наш консервный нож, в общем, поменял на один из тех, которые были там. 90-процентные. Наш был 51-процентный, кажется. В общем, поменял на то, что получше. Мы же там нашли аж 3. Так что, было из чего выбирать. Вода, вода, все это полезно. Будем допить себе обычной воды на самом деле. Нет, тут ничего. А, блин, перегруз пошел. А эту фигню я открыть нельзя. Ладно, в бункере вот можно такие штуки открывать. И в них тоже иногда патроны улежат. Или фрик-лайеры. Так, паста. Мазки не нужны. Вот, они по качественной. Ладно, мне звонили. Продолжаем осматривать. Матро-станцию. Еще не рабочие ботинки. Зимняя куртка, она хуже того, что у меня. Матросский буршлат, он получше. Он почти самая лучшая. Только ветростойкость у него меньше. Самая лучшая куртка дает 4 градуса температуре. И 4 градуса температуре. А эта только 4 градуса температуре. А эта только 4 температуре и 2 градуса температуре. Есть еще патроны. Дочка. Проведи на обувь. У меня такая же, но по-моему, даже процента похожа. У меня чуть больше. То есть, что надо бы запомнить, что здесь есть обувь. Вдруг на меня нападет тот же волк, потрепет мне обувь, чтобы ее не зашивать, вернуться сюда. Сейчас перевес. Это 7 килограмм. Это много. Почти немного не хватило. Что же надо выбросить на здесь? А у меня еще не высушенные кишки есть. Так. Что можно сделать? Во-первых, надо заправить фонарь. Это немного вес уменьшен. Очень много всякого, всякого хлама. О, варежки. Я где-то и взял. А, пинтов много. Еще два. Пять штук было. В одном у меня перевес из-за еды. Мне надо немного есть. Точно ничего. А шарф у меня какой? 80%. Просто, не всегда лежит шарф. Всегда. Он чуть лучше. Конечно, починить шарф это мало чего стоит. А вот за этими ящиками никогда ничего нет. Конечно, я не уверен на все 100. Но обычно я пытаюсь проверить за ними, но там ничего. Даже какого-то патрона нет. А, еще здесь всегда лежит этот фонарь. Я могу использовать это. Потрепанно слишком сильно. И весит он слишком много. Чего мне можно избавиться? Я так почти ничего, кроме еды, не собираю. От еды избавляться не хочется. Это же еда. Как можно ее выбрать? Ее, конечно, можно сложить здесь. Что я, скорее всего, и сделаю, когда закончу с темволом. Поднимусь наверх. Очень много всяких батончиков. Так, вот это я использую при первой же возможности. Четыре литра себе натоплю. И отечу с помощью таблеток. Так, ничего нет. Как всегда. Конечно, бывает, на борщике какая-нибудь шапка лежит. Или что-то подобное. Так, эту фигню тоже открыть нельзя, да? Хреново. Конечно, патронов у меня теперь 19. Точнее, 29. 19 с допасных и целая обойма. Как шоу медленно теперь ходит. Надо срочно что-нибудь где-нибудь складывать. Там тоже ничего нет. Что-то смысла нет. Я могу не видеть ничего. Ткань, ткань. Я не хочу, чтобы ткань туда спускаться. Так, а вот и выход. Выход наружу, в котором, конечно, не попадут. Отечельный камень. Хорошо, потому что тот у меня 45% уже поломан. Только наборов для шутия, по-моему. Не знаю, теперь будем проверять все такие шкафчики, которые уже открыты. Потому что один раз я нашел там патроны, и все, я теперь не отстану. Пока не найду что-нибудь еще. Повязка. 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 Тихо, например, перейдут фонаря. Наверное, зря включил. Потому что я, скорее всего, скину где-нибудь тут. Шаркой мне не нужны. Шар не такой точный. Так. Вот мы выходим наверх. Ну как. Выползаем. Очень-очень медленно. Очень медленно. Чё ж. Слишком даже. Наверное потому что он встал. Надо было поспать. Так, у этого парня фонарь. Оставлю его тебе. Хотя, я не труд я заберу. Антисептик. Слабый у меня. Ненормальный. А вот кстати и стрела. Я в прошлый раз говорил, что тут стрелы иногда. Внутри этой двери. Вот они кстати. Две стрелы. Обе сломанные конечно. Но из них можно сделать новые. Единственное что нужно это. Сейчас мне нужно спокойно подняться вот сюда. Тут точно есть волк. Так как-то я его не слышу. Это отличное место, чтобы от него избавиться. Слишком тихо. Я не вижу. О, волка. Я знаю, что на легкой сложности здесь нет волка. Если его тут правда не будет, значит мы точно играем на легкой. Сравнице лишь то, что звери нападают. Ну вот вообще тихо. Не видно волка. Обычно сразу его видно. Похоже мы правда играем на самую легкую сложности. Теперь я в этом уверен уже на все сто процентов. Так было много намеков. Но отсутствие волка на гидроэлектростанции это точно. Так, уже ночь настала. Я расходую топливо вообще безбожно. Даже не буду его выключать. Возможно следовало бы сначала подняться наверх, все выложить. А потом здесь все осмотрить. Так, топор, шприц, сборивающий, порик. Ну, не нужен. Так. Зря. Он не доест. Воды у меня нет. Есть только баночки всякие. Ни от чего так не избавишься. Потому что он даже есть не хочет. Как же нет. Короче, надо выбрасывать что-нибудь. Элементы я выбрал. И, конечно, можно что-нибудь починить. Но в любом случае. Хватил. Пакил лучше выбрасывать где-нибудь. На видимом месте. Так, этого и так будет полно. Вот так, ладно. По крайней мере, с этим он может двигаться. Но, оказывается, все равно мало. Изборивающие. У меня 50 штук. Да, у меня больше ломка, где-то дача скилой воды выброшу. Нафиг на столько антибиотиков. Я всего две штуки трачу на то, чтобы избавиться от отравления. Ну, все. Более-менее он движется. Но, я сейчас, скорее всего, не вернусь. Так что, все, что я выбрасываю, скорее всего, тут и будет лежать. Инструмент найти, на самом деле, не проблема. На гидроэлектрофестанции, как минимум, несколько. Если тут нет волка, значит, можно спокойно обслеживать остальное. Осталось тут немного. Зачем мне душ, ебанка, я об этом сейчас думаю. Еды у меня так много, что... Нет патронов. Непонятно. То есть, навряд ли я буду охотиться. Ладно. Посмотрим. Может, я эту локацию без ружья буду их обходить. То есть, оно весит 4 килограмма, то есть, может быть, 5 килограмм весит патроны еще. Так, тут дрова. Ну и ладно, пусть лежат. А тут повязка в корм. А, это не повязка, это антибиотик, кажется, да? Нет, повязка. Хочет пить. Надо... Сморганим все воды. Обычной. Чтоб можно было пить спокойно, не тратя калорий при этом. Некуда. Просто, если сейчас я выпью баночку с лимонадом, там, или с чем-нибудь таким, то калорий в никуда пойдет. Только вода прибавляет. Больше тут с половиной тысяч нельзя. Так, ладно, потратим горючее. Картонные спички, которые мне нафиг не нужны. У меня даже есть огнилор. Четыре литра. Зря я выбросил таблетки для очистки воды, но... Все равно надо их сейчас кипятить. А времени еще полно. Еще целый час. Так, кофе может быть. Это тоже будет перевес. Чуть-чуть. Ладно. Две-три штучки. Ну, чашки. Такие вот. Артель нам осталось. Ну, мы не будем спать сверху. Я просто дойду до верстака, сложу там шкуру и я буду спать. Вспомнил литра. Можно же взять ловешку, походить, чтобы она краснеть. Конечно, видно, будет не так хорошо, как с фонарем. Но это уже нормальный. Тут работает такой интересный трюк с приседанием. На улице, если у тебя перегруз, от 40 килограмм и более, то можно делать небольшой трюк. Ты так приседаешь и резко встаешь. Если правильно выбрать тайминг, то персонаж станет быстрее идти. Даже с перегрузом до 50 килограмм, он будет идти как будто у него перегруз там под 40. или что-то такое. Я не знаю, как это точно работает. Но вот в зданиях, в пещерах и впрочем, так можно сделать только если спрыгнуть, упасть в какого-то места. То есть, ты зашел на какой-нибудь небольшой камешек, потом с него сошел, как будто бы спрыгнул, и ты начинаешь идти быстрее. Но это будет длиться, пока ты не остановишься. То есть, надо постоянно идти, что-то поддерживать. Такой, более быстрый ход. Это немного помогает, но все-таки лучше просто перегрузы не допускать. Ну, с таким количеством ады как не допускать перегрузы? Не хочется же все выбрасывать. Я, конечно, сложу здесь все ненужное. все лишнее, что мне как бы сейчас минусы. Например, наборы для шитья, флайеры, которых слишком много. Возможно, еду самую хорошую. И так далее. Похоже, мы закончим на ГЭС, эту серию все-таки, потому что слишком долго ее отследую. но это все дело перегрузы. Еще книга обычная только. Ох, как темно-то становится. Не бросай. что, ящики. Складываем тут кишки и шкуры. Ну, эти кишки, брат, тоже положено, хоть они уже высушены. Надо поспать. Можно спать спокойно до конца. Я хотел до конца, но поспал две часов. Опять там как-то что-то было снаружи. Кратковременно. Теперь опоследуем дальше. Вот здесь патроны. Да их столько-то. Теперь их слишком много. Это обычная книга. Те книги по навыкам. Что-то они редко слишком попадаются. Еще флайер. Тут, наверное, ничего нет. Тут спички сзади. Как всегда, я замечаю эту аптечку только когда выхожу из этого места. А на входе никогда не вижу. Мне тоже все не нужно. Максимум, чтобы я взял в аптечке этот шприцель. Так, надо открыть сейф. Страна, что сейф можно скрывать без света. Опа. Быстро. Опа. Успел. Даже. Последний. Отлично. Быстро открыл сейф. А в нем патрон. О. Лучшая путка. Все, теперь у меня все лучше, что могло быть. А, ну, да. У меня нет шестимых польсонов, конечно. Кольсон, кольсонов. Как правильно, не знаю, но... Так, чиним. Что, до сотни? Отлично. Набор дешевти даже не сломался. Один процент остался. Ну, и можно еще что-нибудь починить. Только после этого он сломается. Посмотрим, он тут все сдадет. Он хуже моего. Еще таблетки для очистки воды. Как-то мне не хочется их с собой брать. Конечно, можно с помощью их очищать, но не хочется заморачиваться. больше ничего полезного. По сути, там ничего полезного не было. Патроны еще. Так много мест, может появиться патроны. Именно коробки с патронами. Это отлично, но где-нибудь не нужна. Спички. Зачем-то взял, хотя он их и так полно. И целых два окнива хороших. огнива я буду использовать только если у меня будет сфотограф не шанс с использованием огнива. Это будет не скоро. Я как-то очень мало развожу кострол. Ну да. Парабуги. Коски-буршлат опять патрончик. Хорошо. Так что ж, как обычно, так патроны я возьму, чтобы просто убрать его отсюда. Скину просто где-нибудь. А в эти шкафчики я буду складывать вещи свои. Так, дай-ка мне по качеству и в обратном порядке. Ладно, пока так. Три. Ну что, я всегда беру по три. Можно даже и по два на самом деле. Так, одни. Любому понадобится на полеческие ружья. Можно два скинуть. Капкан. Папельная ракета. Папуль, хмэк, хмэк. Топливо. Мне так помогу, все равно не нужно. Я забыл, наверное, заправить. Мне кажется, здесь сейчас будет еще топливо. Да, вон, арканист стоит. сколько здесь мало на самом деле. Доедаем, что мы начали есть. Моракивзовая паста. Так, пьем лимонад. Еще пьем резеровку. Ладно, по крайней мере, теперь меньше сорока килограмм. С этим даже бежать можно. Да, пожалуй. А вот, на этом стоит закончить. Заправлю канистра. Кстати, вот сейчас канистра исчезнет. Все, ее нет. Зачем он выкидывает канистру? Почему нельзя ее нулево уносить? Это же канистра, в него можно заправить топливо из всяких фонарей не нужно и прочее. Фонарь нужен мне не будет. Не хватит этого топлива. Я просто возьму эту маленькую баночку. Кажется, она пригодится. в общем, В следующей серии мы пойдем в какое-нибудь другое место из списка. Либо в администрацию, либо в плане зверолого, либо лесника. Здесь мы уже прожили 0,7. Хотя мы только разок поспали. И стрельное оружие, кстати, навык довольно быстро повышается, притом, что не стрел, а просто его чистил. Кулинария. А все это еще не на самом деле долго. 24-й день. Ну, хорошо. На этом закончим. До свидания всем до следующего раз.